МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира в студии Евгения Фахурдинова. Чем запомнилась эта неделя русскому зарубежью, узнаем прямо сейчас. Русскоговорящих учителей за рубежом объединят соцсетью. Врач, написавший 300 произведений, специальный проект к 160-летию Антона Чехова. Русскоязычный благотворительный проект «Славянка Хелп» отмечает юбилей. А сейчас более подробно об этих и других новостях. Российские учителя, которые работают за рубежом, смогут встретиться друг с другом в единой социальной сети. Нововведение поможет преподавателям обмениваться успешными практиками обучения, а также привлекать иностранных студентов. Социальная сеть для русскоговорящих учителей запустится уже этой осенью. Как сообщает Россотрудничество, до конца 2020 года в ней смогут зарегистрироваться уже около полумиллиона пользователей из разных стран мира. Идея создания отдельной социальной сети способствовал проект «Закачай знания» – международный конкурс педагогического мастерства для преподавателей из-за рубежа. В последний раз мы приняли участие педагоги из 40 государств. Как показали результаты конкурса, общение между преподавателем становится очень плодотворным и полезным для того, чтобы сформировать качественное современное образование. Я абсолютно убежден, что наши российские вузы имеют огромный потенциал в этой сфере. И я убежден в том, что необходимо действовать, разрабатывать программы для иностранных студентов, переводить их на английский язык, чтобы студенты могли проще поступить, и они смогли учиться в российских вузах. Разработчики планируют добавить в интерфейс социальной сети особую библиотеку знаний. Это ресурс, который будет пополняться авторскими материалами и винтодиками от учителей. Все работы смогут увидеть и просмотреть другие пользователи. Помимо этого, в системе также регулярно будут проводиться онлайн-конференции и тематические вебинары. По оценкам экспертов, новый проект сможет привлечь большое количество иностранных студентов. Онлайн-площадка также станет удобной и для тех граждан, кто изучает русский язык. К 160-летию со дня рождения Антона Чехова Национальная электронная библиотека подготовила особый проект. Врач, написавший 300 произведений. Подборка состоит из уникальных оцифрованных изданий, которые выпускались еще при жизни писателя. Подробнее о проекте узнаем из нашего следующего сюжета. Врач по профессии и заслуженный писатель-драматург Антон Павлович Чехов в этом году отмечает юбилей. За годы активной творческой деятельности он создал более 300 произведений, повлиял на ход русской литературы и полностью изменил представление о театре. Имя Чехова знают во всем мире. Его пьесы и рассказы переведены более чем на 100 языков мира. В честь 160-летия со дня рождения писателя крупные интернет-издания и библиотеки запускают специальные проекты, с помощью которых каждый сможет узнать больше о жизни Антона Павловича Чехова. Первым такую инициативу предложил портал онлайн-библиогород. В условиях сложной эпидемиологической обстановки сервис заменяет городские библиотеки и дает совершенно бесплатный доступ к книжным рекомендациям, мастер-классам и онлайн-лекциям. Сервис открыл специальный раздел о писателях-юбилярах 2020 года. Здесь можно прочитать биографии и лучшие произведения классиков. В коллекции Национальной электронной библиотеки появился уникальный проект «Врач, написавший 300 произведений». Материал представляет собой интерактивный лонгрид. Биография и личные воспоминания писателя дополняются архивными фотографиями, а также афишами XX века, которые предоставила Российская государственная библиотека. Интересным для пользователей станет теймлайн жизни писателя с малоизвестными фактами, в которые включены фрагменты реальных рукописей драматурга. Идея этого проекта прежде всего состоит в том, чтобы дать возможность посетителю перечитать самого Чехова. Поэтому в подборку вошли преимущественные прижизненные издания. Но помня о нелюбви знаменитого писателя к автобиографическим Димаршам, мы обозначили только основные вехи его жизни. Задумка проекта, который заслуживает особого внимания, это коллекция дореволюционных изданий, с которыми можно ознакомиться на портале. Любимые пьесы и рассказы откроются для вас совершенно по-новому. Все материалы уже доступны на сайте Национальной электронной библиотеки. Благотворительный канадский фонд «Славянка Хелп» помогает детям из России и Украины уже на протяжении пяти лет. Главный учредитель фонда – Ксения Кляцкая. Больше десяти лет назад она переехала в Монреаль. Как признается сама Ксения, идея волонтерской деятельности родилась именно там. О деле всей жизни нашей соотечественницы за рубежом – следующий материал. Все началось, когда Ксения вместе со своими приятелями поняли, что в их домах осталось очень много одежды, из которой дети уже выросли. После недолгих раздумий они решили, что разумнее всего будет сдать все вещи в детские дома, а еще лучше – создать собственный благотворительный фонд. На тот момент Ксения находилась в декрете по уходу за ребенком, и поэтому всю работу по оформлению организации она взяла на себя. Идею поддержали и во многих канадских русскоязычных группах в социальных сетях, и уже очень скоро детских вещей набралось так много, что посылку в Россию пришлось разделить даже на несколько раз. В День защиты детей в 2018 году фонд «Славянка-Хелп» прошел официальную регистрацию. Благотворительная организация из Канады «Славянка». Мы купили им продукты питания. Теперь у вас хоть что-нибудь, но как-нибудь будет. Пожалуй, наибольшую и самую важную поддержку «Славянка» оказывает малообеспеченным семьям, которые оказались в опасной и трудной ситуации на Донбассе. Ксения вместе с другими учредителями собирают помощь для тех жителей, кто находится на прифронтовой части региона. Друзья, сегодня мы находимся на жилплощадке. Это, в принципе, трудовские. И вчера обратилась женщина. У нее двое деток. Один из них заболел. Ему год 4 месяца. И благодаря Ксении Кляцкой, благотворительной организации из Канады «Славянка», а также от моей подписчицы, это Резида Анверовна, которая перечислила мне 500 рублей, чтобы я где-то дал на трудовских. Ну, в общем, я здесь. Мы купили медикаменты ребеночку, и сейчас их отнесем. Привет! Большая благодарность людям, которые остаются небезразличными к трагедии, которая творится сегодня на Донбассе, которые помогают не словом, а делом. Людям, которые живут в красных зонах, где постоянно идут обстрелы. Спасибо, да, кто нам помогает. Дай Бог здоровья всем. Вот приезжают, я же говорю, продуктами и лекарствами, и вещичками. Всем-всем. Я же говорю, дай Бог здоровья. Потому что ситуация кинулась, лекарств тысячи на полторы, наверное, как бы не больше. Вот взять их реально негде. Поэтому я же говорю огромное спасибо всем. Вот мы сейчас бухликаем до ужаса. Так что я же говорю, молодцы. Молодцы, которые помогают нам все. Да? Егор, спасибо, спасибо. За время работы фонда удалось укрепить полезные международные связи. «Славянка Хелп» имеет большое количество спонсоров и волонтеров в разных городах мира, а также сотрудничает с другими благотворительными организациями. Попробовать себя в журналистике. Такую возможность дарит партнер нашего конкурса «Корреспондент русского мира» Международная ассоциация студенческого телевидения. Здесь молодые журналисты работают в новостной редакции и создают собственные телевизионные шоу. Подробнее о том, как функционирует самый крупный молодежный медиа-центр, узнаем в репортаже. Сейчас мы находимся в центре молодежных медиа. Именно здесь, в мультимедийном центре МАСТ, студенты из разных вузов России учатся в профессиональной журналистике и сами создают контент. Международная ассоциация студенческого телевидения была создана в 2015 году. Тысячи студентов из российских университетов получили возможность заявить о себе и попробовать свои силы в формате медиа и его производства. Преподаватели и кураторы творческого объединения МАСТ это профессиональные журналисты и медиа-менеджеры, которые сотрудничают с крупными СМИ и знают все о том, как делать качественный и современный продукт. Вместе с ними студенты получают навыки работы с информацией, развивают все необходимые качества для работы в редакции и пробуют создавать собственные теле- и радиопрограммы. Медиа-центр вуза это очень важная часть вообще развития университета. И это не просто такой некий клуб по интересам, где студенты собираются и, можно сказать, пробуют себя в профессии. Это место, где действительно студенты рассказывают о том, что происходит в университете. Это место, где сами студенты рассказывают таким же студентам о тех событиях, которые происходят. И в этом плане как раз медиа-центр очень важен для развития сферы образования. Мы организовали первый студенческий телеканал. Это телеканал, где мы как раз транслируем все то, что делают студенты, все то, что делают университеты. Мы это объединяем в единый информационный поток и транслируем. Сейчас мы будем выходить на кабельные спутниковые вещания, чтобы действительно был большой объем аудитории у этого телеканала. И то, что делают студенты, видело большое количество человек. Каждый студент может выбрать интересную для себя сферу, например, подкасты, телевидение или новостную редакцию, начать заниматься этим профессионально. Весь медиа-центр оснащен современной техникой. Студенты имеют прекрасную возможность обучиться монтажу или операторской работе. Ну а здесь у нас небольшой музей, где студенты, которые приезжают, могут познакомиться с тем, как вообще развивалась технология создания контента. Здесь у нас представлена техника, начиная от таких вот аппаратов, которые снимают на 8-миллилитровую кинопленку и заканчивают уже камерами, которые в последнее время работали на федеральных телеканалах, в частности тут. Битакамы, Дивикамы. С момента своего основания МАСК открыло множество проектов, главные идеи которых – развитие медиа направлению в российских вузах. Так, например, ежегодно проходит конкурс на звание лучшего медиа-центра среди университетов, а для студенческих СМИ и инициатив организуется Всероссийский конгресс молодежных медиа. Все участники Ассоциации студенческого телевидения могут примерить на себя роль корреспондента, оператора или фотографа. МАСК регулярно участвует в крупных федеральных и региональных мероприятиях, а также предлагает своим ученикам отправиться на стажировку в крупное издательство. В завершение нашего информационного выпуска предлагаем вам ознакомиться с творческой работой участницы конкурса «Корреспондент русского мира» Анастасии Романовой. Яркий видеодуэт на знаменитую военную песню «Майский вальс» пришел нам из Аргентины. Смотрим! Весна 45-го года Как ждал тебя синий Дунай Народом Европы свободу Принес в жарке солнечный май На площади Вены спасенной Собрался народ так в ад На старой израненной битвах в гармонии Вальс русский играл наш солдат Помнят Вена, помнят Альпы и Дунай Тот цветущий и поющий жаркий май Вихри венцев в русском вальсе сквозь года Помнят сердце, не забудет никогда Легко, вдохновенно и смело Солдатский вальс этот звучал И в венах кружилась и пела Как будто сам штраф сыграл А парень с улыбкой счастливой Гармон свое сердце прижал Как будто он в галстрии видел разливы Как будто Россию обнял Помнят Вена, помнят Альпы и Дунай Тот цветущий и поющий жаркий май Вихри венцев в русском вальсе сквозь года Помнят сердце, не забудет никогда Над Веной седой и прекрасной Плыл вальс полон грез и огня Звучал он то нежно, то страстно И всех опьяняла весна Весна сорок пятого года Как долго Дунай тебя ждал Вальс русский на плащади Вены Спасенный солдат на гармане играл Помнят Вена, помнят Альпы и Дунай Тот цветущий и поющий жаркий май Вихри венцев в русском вальсе сквозь года Помнят сердце, не забудет никогда О самых интересных событиях из жизни русского мира Вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске А я напоминаю, что каждый из вас может стать корреспондентом русского мира Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе Все подробности на сайте www.ruskimir.ru Давайте делать новости вместе с телеканалом Русский мир Всего доброго и до свидания